Приветствую всех вас, дорогие телезрители! Приветствую всех вас, дорогие телезрители! Приветствую всех вас, дорогие телезрители! И сегодня мне такая выпала привилегия, честь общаться с вами. И, конечно же, в эти сразу после пасхальные дни хочется говорить именно на эту тему. Я уже вчера в утреннем эфире начал обсуждать один вопрос об оправдании через жертву Иисуса Христа. И что нам это воскресенье принесло? Сегодня мы продолжим говорить на эту уже начатую тему. Однажды, восемь лет назад, у меня была интересная история, вот именно связанная с Пасхой и с тем, о чем я хотел бы сегодня поговорить. Мне Бог положил на сердце на праздник Пасхи на сцене поставить новогоднюю елку. Это было, понятно, связано с тем, что Господь так заповедал своему народу, чтобы месяц Ниссан, месяц Пасхальный был началом года. Это новое начало. И вот очень сильное, мощное побуждение, проповедуя на Пасху о воскресении Иисуса Христа, поставить на сцене новогоднюю, большую новогоднюю елку. Я попросил наших служителей это все организовать. И мне звонит один дьякон, и говорит, пастор, не представляете, что там сегодня на сцены вытворяют, елку ставят. Я говорю, да, 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 все хорошо, это так и должно быть. На эту тему говорил проповедь, и когда мы вышли после Пасхи, после пасхального служения на улицу, то все было белым-бело. Неожиданно в Санкт-Петербурге, хотя такое бывало и не раз за историю Петербурга, в конце апреля, начале мая вдруг выпадает снег. И целую неделю лежит снег. Вот такое провозглашение. Но это же не просто провозглашение, это не просто совпадение. Для меня это было явным подтверждением того, о чем я говорил. И сегодня я бы хотел вернуться к этим важнейшим аспектам Пасхи, точнее сути этого праздника. Что нам принесла жертва Христа? Ведь Иисус, написано, умер за грехи наши по Писанию, как было написано. Что есть грех, что есть последствия греха, как проклятие. И что есть обетование праведной жизни, когда человек поступает правильно, и ему принадлежат благословения. И вот по этому написанному, что есть грех, Иисус, не совершивший ни одного греха, берет на себя весь наш грех. Хочу отметить, весь. И то, что вы уже сделали, и то, что вы еще сделаете, это уже возложено на жертву Иисуса Христа. Итак, Он, что было написано против нас, это все по Писанию Он взял на себя. Он умер за грехи наши по написанному, и в соответствии с написанным, что есть грех, а что есть не грех. И воскрес для оправдания нашего по написанному. То есть, что Бог называет праведным, что Бог считает в соответствии со своими требованиями и стандартами праведности. Вот так же это было записано, и в соответствии с этим написанным требованиями. Иисус воскрес, чтобы мы соответствовали этим Божьим требованиям. Можете представить себя, друзья, можете представить себя. Нет, наверное, не можете. Когда, допустим, происходит суд, и человек объявляется оправданным. То есть, он был подозреваемым, он был под следствием. Были совершены определенные расследования в соответствии с тем, что он сделал, что он не сделал, какие были свидетели, какие были улики против него. И все это было, возможно, много времени исследуемо. И в конце концов, на заседании суда вынесен приговор. Оправдан. Что это значит? Судья, взвешивая все за и против, что сделал этот человек, каковы свидетельства, каковы улики, каковы его алиби, он все это взвешивая говорит, «Хм, я вижу, что этот человек оправдан. Он не делал того, в чем его обвиняют. Иисус Христос воскрес для того, чтобы ты, я в том, в чем был виноват, был вынесен вердикт. Не виноват. Оправдан. Именно это означает слово «оправдание», что ты не виноват. А сколько сегодня христиан продолжают жить с чувством вины? Чувство вины порождает страх. Чувство вины сковывает наш потенциал. Решает нас радости жизни. Чувство вины, если с ним не разбираться правильно, то оно подталкивает нас к осуждению других людей. А если мы осуждаем других людей, то это значит, что мы лучше, так по крайней мере, мы считаем. А это уже гордость. А Бог гордым противится. То есть просто человек живет с чувством вины. Но чувство вины всегда будет подталкивать человека к осуждению других. Как было с Адамом? Когда он знал, что он виноват, и пришел Господь и говорит, «Адам, где ты? Я наг, поэтому скрылся. А не ел ли ты от дерева? Да, ел. Это змей, которого ты сотворил, жена, которую ты мне дал. То есть все виноваты. Он обвиняет змея, он обвиняет Еву, он обвиняет самого Бога. И это все из-за того, что он сделал грех, и чувство вины подталкивает к таким действиям. Как важно понимать, как важно быть абсолютно убежденными в том, что Иисус Христос умер за наши с вами грехи в соответствии с написанными требованиями, и воскрес, чтобы сказать, вынести вердикт. Ты и я не виноваты. Ну как же? Я же совершил этот поступок. Да, но именно его Иисус и взял на крест. Каждый твой поступок Иисус взял на крест. Что же от нас требуется? Писание говорит, ссылаясь на Авраама, апостол Павел говорит сегодня к нам, вера его вменилась ему в праведность. Вера вменилась в праведность. Что это значит? Когда мы верим. А вера откуда? Вера от Слова Божьего. Когда мы понимаем, что Слово Божие говорит о жертве Христа, что Слово Божие говорит о значении Его воскресения, что об этом учит Священное Писание, и мы верим в это. И осознавая, что мы поступили неправильно, сожалея о содеянном, веря в то, что Иисус совершил за нас и воскрес, мы получаем вердикт оправдан. Я благодарен Богу за это. Я очень благодарен за это Богу. Моя молитва к Богу о себе и о том, чтобы мое сердце было всегда чувствительным, когда я сделал что-то неправильное, чтобы не привыкать к греху, чтобы не привыкать к каким-то неправильным поступкам, потому что часто люди еще находят такую для себя возможность бороться с чувством вины – это занижать стандарты. то, что раньше для Него было грех, сегодня Он считает это почти нормальным. Да сохранит нас с вами Господь от этого. Не будем занижать стандарты Божьей и Святой жизни. Но когда мы все-таки не можем на этой земле в силу слабости наших человеческих тел соответствовать, и мы согрешаем, то я молюсь о том, чтобы Господь помог мне мое сердце хранить чувствительным. Когда произнес грубое слово, когда кого-то огорчил своим действием, поступком, чтобы вот здесь вот Дух Святой подсказывал, что ты сделал неправильно. Но дальше не стоит жить с этим чувством вины больше. Нужно сказать, Господь, я благодарен Тебе, что Ты умер за мой грех. Я благодарен Тебе, что Ты воскрес для оправдания моего. И поэтому, веруя в то, что совершил Ты, я, осознавая, что сделал неправильно я, каюсь и получаю вердикт. Оправдан. Здорово. Поэтому Господь сказал, чтобы этот месяц, Ниссан, месяц пасхальный, был первым. Был первым. Если начаток свят, то и целое. Когда фундамент неправильный, то какие бы ни были ровные, хорошие стены или прекрасная отделка, завтра недостаточность фундамента даст о себе знать. И дом покосится. Поэтому очень важно, чтобы началом, началом у нас была Пасха. Поэтому Господь сказал, пусть этот месяц будет у Вас первым. Отсюда ведите отсчет. Здесь всему начало. Здесь начало Вашей новой жизни. Ведь, о чем мы и вчера читали, сказано было о Христе, что Ему надлежит быть распятым, и быть преданным в руки человечков, в грешников. В руки грешников. Потому что грех был началом тому, что человек был отделен от Бога. Грех – отделенность от Бога. Господь сказал, что в тот день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Как будто бы биологически Авраам и Ева не умерли, они остались живы. Но жизнь в отделении от Бога, а Бог есть любовь, жизнь в отделении от любви – это все равно, что смерть. Люди, совершив грех, вошли в смерть. И вот жертва Иисуса Христа, Его воскресенье возвращают нас в жизнь. Я поздравляю вас, друзья. Как важно помнить об этом. Как важно, чтобы Пасха доминировала в нашем сознании все 365 дней в году. Да поможет нам этом Господь. А если год высокостный, то 366 дней в году. Я напоминаю, что у нас сегодня с вами прямой эфир. И можно звонить. Пусть, если у вас есть какие-то соответствующие теми, вопросы, вы можете это сделать, позвонить. И мы с вами сможем пообщаться в эфире, в прямом эфире. Я лишь сейчас еще очень коротко напомню то, о чем я говорил вчера. И мне представляется это важным, чтобы, стоит еще раз напомнить. И первое, что совершает своим подвигом Христос, это восстанавливает взаимоотношения. Восстанавливает взаимоотношения. То есть, когда Адам согрешил, Адам с Евой согрешили, то у них сразу же испортились взаимоотношения, прежде всего, с Богом и друг с другом. Они начали обвинять друг друга. Но, слава Богу, что Иисус, придя для совершения этого подвига, восстанавливает взаимоотношения человека и Господа. Помните, когда Иисус беседовал с самарянкой около колодца, то она говорит, вот по-вашему надо молиться на этой горе, по-нашему надо молиться на этой горе, не в Иерусалиме, а на горе Горизим. Она говорит, пришло время, что теперь на любом месте можно будет поклоняться. Тогда она говорит, как ты, будучи евреем, общаешься со мной, с самарянкой? То есть, было нарушено взаимоотношения не только Бога и человека, но и народов, людей. И вот Иисус пришел, чтобы восстановить мир между народами, между нациями. Ну, конечно, начинается это восстановление с взаимоотношений между Богом и человеком. И когда Господь выгонял Адама и Еву из рая, это казалось для большинства христиан наказанием. Но, к большому счету, это была милость Божия, потому как они, вкусившие от дерева добра и зла, теперь могут также вкусить от того, что раньше было разрешено, от дерева жизни, и теперь тогда навсегда останутся с грехом. Поэтому Господь выгоняет их для того, чтобы они могли вкусить от дерева жизни, но тогда, когда уже придет Христос. Как дерево жизни. Но сейчас их нужно выгнать, чтобы они не вкушали больше от дерева жизни, находясь с грехом. Это был акт милости Божией. Но то, как они это восприняли, то, как они это передали своим детям. Помните, Каин и Авель приносят жертву. И жертва Каина не была принята Богом. И, чувствуя эту отверженность, выгнанные из рая, по рассказам родителей, сейчас не принимается его жертва. Он восстает на брата и убивает его. Слава Богу, когда Иисус висел на кресте, первое, что Он сказал, «Отче, прости им, ибо не понимают, что делают». Когда мы с вами согрешаем, если бы мы понимали, насколько этот грех вредит нам самим, окружающим людям, мы бы не делали этого. Но мы, не понимая, совершаем эти проступки. И тогда слова Христа на кресте звучали «ради тебя, ради меня». Отец, прости им, не понимают, что худо делают. Он хотел восстановить эти взаимоотношения между Богом и человеком. И ему это удалось. Второе, о чем мы вчера говорили, извините, я закончу еще, может, одна мысль по поводу, он как восстановив взаимоотношения между Богом и человеком, он также, помогая нам понять, насколько мы теперь приняты Богом, а человек, живущий в принятости Богом, он ведет себя в этом мире по-другому, и он также легко принимает и других людей в свои объятия. Он живет сам в принятости, а не в отверженности. А если в его адрес была отверженность со стороны других людей, то ему это легко пережить, потому что сам Бог меня принимает. Что мне до того, когда какие-то люди, не понимающие того, что худотворят, меня сейчас отвергают. Поэтому понимание, что я принят самим Богом, дает такое ощущение защищенности, нужности, значимости, принятости, ценности, что просто нейтрализует отверженность в отношении с другими людьми, и человеку легко находить общение. Слава Богу. Дальше о чем мы говорили, что когда Господь сотворил этот мир прекрасным, и поселив Адама и Еву в Эдемском саду, Он дал им то лучшее, что у него было. Самого себя и на этой земле весь мир им принадлежал. И то, что о Эдемском саде написано, там было золото. Кроме того, что было все прекрасное окружение, гармония, природы, я думаю, что вы все любите природу, там были прекрасные плоды, которые можно было вкушать, и там было материальное богатство, золото. Об этом описывает Библия. Золото было в том Эдемском саду, в том рае. Золото будет, не случайно об этом сказано о Новом Иерусалиме, что там улицы, асфальт из чистого золота. Можете представить себе, как кто-то здесь копит, 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 и пытается накопить, заботясь о своем последнем дне. С собой туда ничего не возьмешь, а даже если бы и взять, можно было бы все ваше материальное благо, обратить какой-то слиток золота, вы приходите туда к Господу, он говорит, здесь у меня асфальт из этого, что ты с куском асфальта пришел ко мне сюда. То есть было золото в Едемском саду, в том раю, будет золото на небесах, так написано, улицы из чистого золота, улицы Иерусалима. А вот что сейчас происходит между тем раем и тем, куда мы идем, это очень важно понимать, что, знаете, вот к сожалению христиане во многом живут, ну как сказать, жизнью шизофреников, что ли. Внутри хотят иметь материальное благо, но в церкви об этом боятся говорить, учат об этом, что деньги это зло. Деньги это не зло, любовь к деньгам это зло, так Писание учит. И вот мне очень хочется сделать акцент на том, что когда была Пасха, именно когда была Пасха, в Ветхом Завете Господь выводил израильский народ из рабства египетского, Он сказал, чтобы женщины взяли у своих соседок золото, украшения золотые, серебряные, дорогих одежд, и чтобы они, Бог знал, что они завтра выйдут из этого рабства и пойдут, и это золото никогда они не отдадут египтянам. Это было честно, потому что евреи много лет, 400 лет работали на богатство Египта, и взяв то, что они заработали в день Пасхи, это нормально. Кстати, имейте в виду, что наша задача, когда мы сегодня трудимся на этой земле, думать не о том, что начальство мне недоплачивает, какой-то супервайзер, босс меня недооценивает, что ко мне несправедливо относятся и мне мало платят. Твоя ответственность качественно работать, твоя ответственность, как христианина особенно, качественно относиться к порученному делу и выполнять свой труд, а Бог знает, каким образом и откуда, из каких источников тебя благословить, Бог это знает. Важно, чтобы у тебя было правильное исповедание, было правильное сердце, и ты качественно относишься, не ругаешь тех, что они там живут в золотых дворцах, а меня бедного не видят, они там на таких машинах ездят, а моих нужд не замечают. Это осуждение, это гордость, и это лишает права Бога, права Богу тебе помочь. Когда ты со своей стороны выполняешь то, что ты должен выполнять, и качественно относишься к труду, то, помни, была Пасха, и она есть сейчас. Пасха наша Христос, заклана из-за нас. И мы, как тогда, в ту Пасху, евреи, выходя из рабства египетского, взяли с собой все золото, которое, они востребовали его, они вышли и получили это благословение, то сегодня мы, зная, что Христос на кресте умер, написано, что он обнищал ради нас. Там 8-9 глава Пасху Каринфянам все говорится, контекст о материальных вещах, там не духовно, не прообразно, там все конкретно о материальных вещах. И там написано, что Христос обнищал ради нас на кресте, он стал абсолютно голым, чтобы мы обогатились его нищетой. Он стал абсолютным проклятием за нас, чтобы мы получили благословение. Нищета – это проклятие. Материальное благословение – это благо от Господа. Только источником является не ваш супервайзер, не ваше социальное обеспечение. Источником надо понимать. Написано, что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. То есть Господь является источником благословения. Понимая это, качественно относясь к своему порученному делу, к своему труду, я имею право востребовать своей верой, своим правильным исповеданием и получать, переводить из невидимого, потому что все из невидимого мира, так написано, из невидимого Бог произвел видимое. И так происходит сейчас. Своей верой из невидимого я востребую материальные блага в свою жизнь, не осуждая других людей, что они живут в золотых дворцах, на хороших машинах ездят и еще что-то, они моих нужд не замечают. Это не твоя ответственность. Твоя ответственность хорошо относиться к своему порученному делу, быть довольным, благодарным и верой на основании Слова Божьего востребовать полагающееся тебе на основании Священного Писания и из невидимого иметь это в своем видимом мире. Это Пасха. Это включает в себя оправдание. Оправдание включает в себя вот этот аспект, о котором я сейчас говорю. Когда евреи вышли из рабства и пошли дальше уже с имеющимся золотом, Господь им сказал, чтобы они не сотворили себе из этого золота кумира, а они все равно сделали. Они сделали себе тельца. Господь им запрещал, чтобы они не делали себе золотых богов, серебряных богов, пускай золото у вас не станет Богом. Бог – это то, что владеет, то, что доминирует. Пускай золото не доминирует в вашем состоянии, пускай богатство, материальные блага над нами не доминируют. Мы понимаем, что деньги нам служат, эти материальные блага нам служат, а не мы им служим. Кто кем побежден, тот тому и раб. Золото не может быть Богом, оно, конечно, может быть для тебя, но ты не должен этого допустить. Итак, когда Иисус родился в этот мир, то написано, что волхвы принесли ему дары золота, ладан и смирну. То есть волхвы, колдуны, в общем-то, тьма века сего, которая сегодня во многом владеет, что больше всего, наверное, не христиане, люди нечестивые владеют богатствами, потому что верующие не востребовали и не перевели это на свою территорию своей верой. Но по сути, когда родился Иисус, был дан знак, дан, ну, как сейчас говорит, месседж, был послан нам месседж, было послано некое откровение, имейте в виду, богатство этого мира приходит под Иисуса Христа, под юрисдикцию святости, если мы это востребуем. Когда родился Иисус, волхвы принесли золото и положили к ногам Иисуса. Когда Иисус посылал учеников своих на дело Евангелия, он им говорил, чтобы они не брали с собой серебра и золото в пояс, то есть, чтобы они свое служение строили не на основании того, сколько у них денег, а на основании того слова, которым они были снабжены учителем. А Господь будет, видя, что мы уповаем своем служении не на материальное, а на Слово Божие, он будет нас благословлять всем необходимым для исполнения, для восполнения наших нужд, как в служении, так и наших личных. Поэтому Иисус им говорил, идите и не берите с собой, это Матфея 10, глава 9 стих, чтобы они не брали с собой денег, не потому, что они будут не нужны, а чтобы не было искушения уповать на деньги. Ну и я уже сказал последнее, это 21 глава книги Откровения, мы читаем, что и на небесах есть золото. То есть, материальное благодаря Пасхе Господь возвращает нам это право, при том, чтобы мы сами хранили свое сердце в чистоте и были свободны, и только один Бог был нашим Богом, Господь Иисус Христос, а не материальные богатства. Дальше, то, что является принципиально важным, кстати, я повторюсь, вы можете, если есть желание, звонить, задавать ваши вопросы, хотя я знаю, последние эфиры уже несколько, может быть, месяцев мало было прямых эфиров, в смысле, где принимались телефонные звонки, нам уже как-то отвык звонить, но сегодня есть такая возможность, если кто хочет, можете дозваниваться, и мы с вами побеседуем желательно на заданную тему, хотя ваши звонки могут быть любыми. Третье, о чем, что включает в себя, мы поговорили о возвращении правильных взаимоотношений с Богом и друг с другом, мы поговорили о том, что материальное благо благодаря Пасхе, это как часть аспекта оправдания переходит в нашу юрисдикцию, мы имеем право своей верой востребовать и иметь пользоваться, не осуждая себя за то, что мы пользуемся материальными благами в изобилии, когда есть такая возможность. И дальше, что совершил грех, войдя в жизнь людей, когда Адам и Ева согрешили, это болезни. Люди стали болеть благодаря искупительной жертве Иисуса Христа, благодаря совершенному на кресте жертве Христа и воскресению мы получили право ходить в божественном здоровье и иметь исцеление в нашем организме. Исайя, глава 53, стих 4-5. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Я думаю, что вы уже замечали не раз, что здесь говорится в прошедшем времени. Ранами его мы исцелились. То есть, тогда, когда Иисус претерпел эти раны, тогда, когда Иисус, вися на кресте, мучился за наши грехи, которые принесли болезни человечеству. Написано, что муж скорби и изведавшей болезни. Он изведал эти болезни на кресте за нас с вами. Зачем? Чтобы мы имели исцеление, мы получили исцеление. Очень важно понимать, что я не больной человек, я здоровый, но сегодня имею симптомы заболевания. Ой, моя астма, мой инфаркт, не надо присваивать себе то, что уже Христос взял на себя. Это не твоя астма, это не твой инфаркт. Не говорите, это моя болезнь, у меня вот такая болезнь, моя болезнь называется так-то. Это не твоя болезнь, не надо себя отождествлять. Ваш мозг, исходя из веры внутренней, во что вы верите, ваше подсознание дает сигнал, это твоя болезнь, и ты ее не отпускаешь. Ранами Христа ты исцелился, это не твоя болезнь, это не твой артрит. Поэтому очень важно иметь правильное исповедание о себе регулярно, регулярно. И когда приходят симптомы на основании Слова Божьего, быть уверенным, что это пришли симптомы, но они чужие, это воры, они пришли в мой дом, в мой организм, и они не имеют права здесь находиться, потому что я исцелен ранами Иисуса. Друзья, мы слишком долго верили не на основании Слова Божьего, да, так написано, я прошу прощения, я вас не хочу обидеть, написано, что и бесы веру ветрепещут, они тоже имеют веру, но мы часто веря в то, что Бог существует, не веря в то, что Он из себя представляет, думали, да, я виноват, я заслуживаю наказания, Бог меня наказывает, Бог дал мне эту болезнь, вы можете дать то, чего у вас нет? Навряд ли, у Бога нет болезней, Он не может вам дать болезни, мы болезни получаем благодаря тому, что поступаем неправильно, неправильно питаемся, неправильно к своему организму относимся, и благодаря действующим духовным законам мы получаем те или иные болезни, но это не Бог нам дал, Бог взял на себя наши болезни, это абсурд, если Он, претерпев столько за нас на кресте, говорит, нет, я мало на кресте страдал, пускай теперь еще вот этот человек за свой грех пострадает, но это абсурд, это абсурд, Иисус, который так тяжко томился на кресте, взявший за своих детей вину на себя, чтобы мы были оправданы, скажет, ну, пускай еще и Он теперь пострадает, поймет, как мне было тяжело, вы могли бы так с вашими детьми поступить? которых любите? Навряд ли, тем более Бог, если вы, будучи злы, даете благие и добрые дела вашим детям, тем более ваш небесный Отец. Друзья, давайте будем относиться к нашему Господу на основании Слова Божьего и понимать, что ранами Его мы исцелились, и это благодаря тому, что Он взял на нашей немощи, понес наши болезни и воскрес для нашего оправдания. Мы получили оправдание благодаря жертве Иисуса Христа. Бог не наказывает нас болезнями, Бог не наказывает нас всякими проклятиями, Он не может дать то, чего у него нет. Он желает нам блага и добра. Мы принимаем первый телефонный звонок. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Приветствую, фастор Питрич. Мы вас очень любим, уважаем и вас, и Ольгу. У меня такой вопрос. Вернее, перед тем, как я задам вопрос, как раз мы сейчас говорили об этом, что меня давно интересовало, но перед тем, как я задам после эфира позвоните мне, пожалуйста, мы вчера с вами говорили, буквально на несколько минут. Спасибо. А теперь вопрос. Вы говорите, что Бог не дает болезни, потому что у него нет болезни, это строга, все. Я слышу от многих проповедников, а так в Ветхом Завете написано, что Бог поражал народ, часто, языческий, даже свой Израиля, и Моисею сказал, что дайди от народа, я уничтожу их. И садовый садовый забор там написано страх, а Бог поражил. Вот мы много мест обновлечения написано, Бог именно поражал. Вот я никак не могу понять это, как это совместить. Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, на вашу просьбу я постараюсь, но я на самом деле сразу же после эфира уезжаю на такси в аэропорт, сразу, моментально. У меня нет американского телефона, я не знаю, успею ли я вам позвонить. Я улетаю сразу же после эфира. Второе, то, что вы сказали про поводу поражать Божья святость, то, кем является Бог. Бог есть любовь. Бог есть абсолютная любовь, но также Бог есть и абсолютная святость. И его святость, она испепеляет грех. Вот вам приведу простой пример, как аналогию. Как аналогию. Вот сегодня много террористов пытаются уже в разных странах, но сейчас я вам приведу пример на государстве Израиль. Едет машина, в которой террорист. Уже со спутников израильтяне засекли, зная, что в этой машине террорист. Он берет с собой жену и детей. как щит, которыми хочет прикрыться. Они соглашаются, может быть, или не соглашаются, или не знают, но они едут с ним в этой машине. Ракета, которую запускают израильские войска, поражает эту машину, в которой находится террорист. Но там оказываются с ним другие люди становятся жертвами. Вот так человек, который не хочет расстаться с грехом. Грех это как террорист, который человек берет с собой и с ним постоянно живет. и у Бога нет ненависти к человеку. У Бога есть ненависть ко греху. Его святость испепеляет грех. И вы сами сказали, что в Ветхом Завете, потому что в Ветхом Завете еще не было жертвы Иисуса Христа, которая как громоотвод взяла весь грех на саму себя, на эту жертву. И святость Божия поражает как ракета грех. Но если человек не хочет расставаться с грехом, в том числе даже и в Новом Завете, когда люди хотят им нравиться, они продолжают жить с грехом, то грех извините, святость Божия поражает грех, она каким-то образом касается и человека. Но если в Ветхом Завете не было возможности отвести от себя грех, потому что не было еще жертвы Иисуса, то в Новом Завете эта жертва уже принесена, эта жертва уже совершена абсолютно. Наша же с вами не осуждать других людей, иметь правильное исповедание. Наша задача понимать, что болезни во многом связаны с непрощением. И грех и смерть это практически синонимы. И когда человек согрешил, помните, что первое совершил Господь? Он написано, что Адам и Ева сделали себе одежды из фигового листа или из фигового, ну одно и то же по большому счету. Сделали себе одежды, которые не устроили Господа. Господь им сделал кожаные одежды. Что такое кожаные одежды. Это значит, что сразу было убито какое-то животное. Что было сразу прообразом жертвы Иисуса Христа. То есть, чтобы покрыть нас, нужна была жертва. И в этой жертве Иисуса есть прощение, прощение грехов. И помните историю, когда Иисусу говорили, неправильно ты говоришь, что кто как не Бог имеет право прощать грехи. А Иисус сказал, чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет право прощать грехи, говорит по-расслабленному, возьми постель твою и иди. Написано, и народ удивился, что Бог дал право людям уже не об Иисусе говорится, а о нас с вами. Людям Бог дал право людям прощать грехи. На этом месте Писания видно, что прощение и исцеление очень тесно связаны друг с другом. Многие люди продолжают оставаться в болезнях потому, что живут в непрощении в адрес других людей. Писание учит нас, что мы, не прощая других, сами сажаем себя в тюрьму. Мы не можем себе позволить такой роскоши, чтобы мы жили в непрощении. Это против себя. Мы сами пьем яд, чтобы кому-то стало плохо. Так не бывает. Молитва Отче Наш Прости и нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Там, где говорится от Марка 11 глава о вере, 22-23 стихи, говорится, что верой можно горы переставлять. Да, мы эти места читаем и любим, как важно верой горы переставлять. Но там заканчивается этот отрывок тем, что говорит, «Когда стоите на молитве прощайте друг друга». То есть наша гора проблем тогда может быть перемещена финансовая, здоровье ли это касается, когда мы стоя на молитве и обращаясь к Богу, чтобы благодать Божия перевела эту гору. Ведь вера верит. но совершает эту работу благодать. Вера верит, что это Бог может сделать, но совершает эту работу сила Божья, это благодать. В Послании к евреям 12 глава написаны такие слова в 15 стихе. «Наблюдайте каждый за собою, чтобы какой горький корень, возникнув в нас, не решил нас благодати Божией». Что это значит? Мы можем наблюдать за другими людьми, что они делают не так, что они не замечают наших нужд, они к нам неправильно относятся, и в нас внутри возникает горький корень. «Как это ко мне так плохо относятся? Как это меня забыли? Как это меня не замечают? Как не понимают моей нужды? Как, как, как?» И у нас внутри возникает горький корень. А он говорит, поймите, вашу гору проблем может сдвинуть благодать. Но евреям 12, 15 написано «Наблюдайте каждый за собою, чтобы у кого какой горький корень, горечь, обида, возникнув, не лишили вас благодати Божией». Поэтому когда стоите на молитве, он говорит, только что Иисус сказал про веру, которая сдвигает горы, хотя благодать сдвигает. Он говорит, но когда стоите на молитве, прощайте, прощайте, кто на кого имеет. Зачем? Чтобы не ограничить благодать, которая готова совершить этот подвиг и сдвинуть эту гору, какая бы она ни была, личные взаимоотношения с кем-то, финансовые проблемы, здоровье, нам всем нужна благодать, нам всем нужна благодать. Мы ищем людей, которые могут нам помочь, мы ищем какие-то новые источники, откуда Господь может послать. Он говорит, нам надо искать не источники и не людей, а благодать. А благодать, она оказывается ограничена, она ограничена тем, что мы с вами не прощаем кого-то, ходим с горечью, с горечью в сердце. Общаясь с людьми, я часто слышу в интонации обида, горечь, недовольство. И они жалуются на проблемы жизни, на то, что их не понимают. Они как жертвы. А на самом деле стоит вот на поверхности написаны эти основные места писания. Молитва «Отче наш», нам бы стоило ее знать как «Отче наш». «Прости нам», как мы прощаем. И ведь наше с вами прощение в адрес других людей высвобождает горы благодати, сдвигать горы наших проблем. Наше прощение напрямую связано с исцелением. многие болезни, многие болезни удерживаются в нашем организме нашим непрощением. Да поможет нам Господь это внутри себя увидеть и отпустить эту ситуацию. Отпустить, простить всяких обидчиков, ну и так далее. четвертый аспект, о чем я хотел бы сегодня поговорить, говоря о праведности, которую мы получаем благодаря жертве Иисуса, благодаря тому, что Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Это также я продолжаю читать Исаия 53 глава, мы уже прочитали 4-5 стих говоря об исцелении, 6-й стих говорит так, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. У пастыря есть представление, куда он хочет вести своих овец. И Господь, создавая каждого из нас, дал нам абсолютно уникальные способности, качества нашего характера, нашей личности. Он нас соткал абсолютно индивидуально. Если у него нет ни одной похожей снежинки, то насколько мы с вами ценнее и важнее в Божьих глазах, чем снег. Каждый абсолютно уникален. И для каждого из нас у него есть абсолютно уникальная, прекрасная судьба. Но вот не понимая того, что в Пасхе, в смерти и воскресении Иисуса есть для нас также возвращение к нашей судьбе. Мы часто видя, что у кого-то хорошо получилось вот это, дай-ка и я буду так делать. Ну, какие-то жизненные принципы, порядочности, честности, надо брать пример других людей и так поступать. Но часто видя успех человека в чем-то, я не понимаю, что для меня у Бога есть успех в другом. Сейчас я говорю не о принципах, а честности и так далее, например, святого образа жизни. Я сейчас говорю о индивидуальной судьбе. Тут написано, что каждый из нас свратился на свою дорогу, но он, решая грехи всех нас, решив эту проблему греха всех нас, он нас возвращает на наш, на свой путь. Помните, одна из десяти заповедей гласит «Не пожелай чужого». «Не пожелай чужого». Там вопрос не просто в том, что не укради, но когда в сердце человек хочет чужого, кстати, вот в этом, в этой заповеди, в постановке ее уже есть сам и ответ решения, надо хотеть своего, а не чужого, потому что счастлив я буду только в своем. Вот мне бы такую жену, как у него, мне бы такого мужа, как у нее. Ты не знаешь, смог бы ты справиться с такой женой, смогла бы ты жить счастливо с таким мужем. Надо хотеть не чужого, а своего. И когда я понимаю, что благодаря тому, что Иисус умер за мой грех и воскрес для моего оправдания, тут так написано, мы блуждали раньше, как овцы. Каждый ушел на свою дорогу, но Господь возвращает нас через то, что взял на себя наш грех. В Пасху, когда два ученика уходили из Иерусалима, от того места, где Господь собирался основать свою церковь, излить Духа Святого, где собирался дать им новое начало жизни, они шли в Маус. Почему? Они разве не слышали речей Иисуса? Слышали, они были учениками Иисуса. Но они уходили от своего призвания, потому что не понимали, что Писание говорило о жертве Иисуса и о его воскресении. когда Иисус пообщался с ними, объяснил им, что значит написанное в Писании о нем. Они говорят, наше сердце загорелось, они узнали настоящего Иисуса и вернулись в Иерусалим. То есть, их призвание, они вернулись на свое призвание опять. А помните, когда Симон, что значит Симон? Трость ветром колеблемая, о котором Иисус сказал, ты, Симон, наречешься кефа, то есть камень. И вот он такой пылкий, в силу своих природных особенностей, говорит, Господи, если и все отрекутся от Тебя, только не я. Иисус говорит, да ты в эту же ночь, от меня отречешься трижды. Он отрекся. Он был, как трость ветром колеблемая. Но когда Иисус воскрес из мертвых, и смотрите, все его предали. Мы можем говорить много про Иуду. Я сожалею, что Иуда закончил жизнь с убийством. Он не мог поверить в то, что Христос может его простить. Как? За такое можно прощать. Но я думаю, что Иисус простил бы. Да не думаю, а точно. Он простил бы его. Когда Иисус из мертвых воскрес, Он говорит, пойдите, скажите всем и Петру. и этот Петр даже после воскресения, даже после того, что он услышал о воскресении Иисуса Христа, он говорит, пойду-ка я опять ловить рыбу. То есть Иисус, который сказал ему, что ты будешь ловцом человеков, Иисус, то ли чувствуя вину, то ли видя свою несостоятельность и неспособность, решил вернуться к прежнему ремеслу. Но Иисус, воскресший из мертвых, воскрешает и наши с вами души и возвращает нам наше призвание и говорит нам, говорит нам, скажите всем и Петру, говорит тебе и мне, я хочу вернуть тебя к твоей судьбе, к твоему призванию, чтобы ты не ходил по чужим путям и не завидовал другим людям, что у них это хорошо, то хорошо. Благодаря жертве и воскресению Иисуса Христа мы имеем право востребовать Господь, если я оправдан. Помоги, чтобы в моем сердце загорелось то, к чему я призван, какая специальность по жизни, что есть моя половинка мужа или жены, что есть сейчас мое призвание в церкви, имея мой опыт, духовные дары, имея страсть еще с детства о каких-то вещах, Боже, помоги мне быть сегодня полезным в служении и в церкви. Господи, я хочу, чтобы ты помог мне уверовать в то, что Писание говорит о жертве и воскресении Иисуса. А это значит, первое, о чем мы говорили, это восстановление взаимоотношений с Богом и с людьми. Отсутствие отверженности, принятость. Второе, мы говорили о финансовом благополучии. Благодаря жертве Иисуса Христа и Его воскресению я оправдан, я получаю возможность и доступ к благам этого мира, чтобы мне не подворовывать и чувствовать себя виноватым, что я пользуюсь какими-то материальными благами. Нет, а полноправно пользоваться и славить за это Господа, служа тем, что у меня есть другим людям. Третье, мы говорили о здоровье. Мы говорили также с вами о том, что каждому из нас дается право и возможность прощать других получить исцеление и собственный организм. И мы говорили о том, что мы имеем сегодня благодаря жертве Христа имеем такую возможность, как жить свою жизнь, а не чужую. Друзья, будьте благословенны. Вам всего самого-самого доброго. Христос воскрес, воистину воскрес. Поздравляю вас. До новых встреч. До свидания. Будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова